После 2008 года на этой почве между Россией и Западом существует серьезный конфликт. По большому счету, сегодня в мире идет войн не меньше, нежели период Холодной войны. Обратите внимание на тот экуминизм, который сегодня транслирует католическая церковь в Западной Европе. С одной стороны, украинская православная церковь, безусловно, самая большая церковь. Все зависит от того, сможем ли мы решить наши внутренние кризисы. Здравствуйте, вы смотрите канал «Витража о вере в красках», наша рубрика «Без глянца» и наш гость – директор Украинского института политики Руслан Бортник. Руслан, здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо за то, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Я недавно смотрел одно интервью с вами, где вы сказали, что мир сегодня напоминает мир в ожидании Первой мировой войны, когда нет соглашений ООН, Лиги нации и, в общем-то, права сильного, права лидеров. И мы с вами входим в мир лидеров. Какое место Украина в нем может занять? Есть ответ красивый, а есть ответ правильный. То есть ответ правильный, как то место, которое мы захотим занять, по большому счету. Потому что все, по большому счету, все же зависит от солидарности народа и качества политических элит. Как показывают многие западные исследования, абсолютно не зависит от ресурсов, местоположения даже страна. Все зависит от того, насколько народ объединен в общей идее и насколько профессиональны управляющие элиты. И вот если эти факторы совпадают, то, в принципе, любая нация будет процветающей в любом регионе мира. То ли в Европе, то ли в Азии, то ли в Америке, без разницы, будут процветающие нации, то ли в Африке. А если с этим есть проблема, то любая нация с идеальными, с огромными ресурсами природными, с уникальным месторасположением, там уже в нашей стране, будет деградирующей. Поэтому правильный ответ все же действительно зависит все от нас, от украинского народа. Мы понимаем, что это романтизм, выглядит, пахнет романтизмом, идеализмом. А если спуститься на уровень немножечко ниже, поговорить о большепредметном, то все зависит от того, сможем ли мы решить наши внутренние кризисы, ключевыми из которых является десуверенизация, номер один, потом война на Донбассе, номер два, и проистекающая из этих двух бедность. Вот если мы сможем решить три этих кризиса, то место Украины может варьироваться в диапазоне от регионального лидерства до такой себе восточноевропейской нейтральной платформы. В Швейцарии не хочу говорить так, уже шаблон большой. Вот такой себе восточноевропейской Австрии или Финляндии. Место пересечения торговых интересов, но не поле битвы между ключевыми геополитическими блоками. Место с высоким уровнем жизни, которого граждане добились путем рационализации, прагматизации политики. Вот это верхняя часть этого диапазона, нижняя часть мы просто будем сырьевой базой. Сырьевой базой и поле битвы между Востоком и Западом. Ну то есть будет продолжение того, что мы видим. А фронтиром, а любой фронтир, любая линия разграничения, фронт между Востоком и Западом, это всегда зона, где происходит максимальная радикализация общественного сознания, раскол общества всегда. Это зона, где всегда право функционирует очень ограниченно, где всегда невысокий уровень жизни, где всегда крайне высокий уровень политической и социальной нестабильности, где всегда ресурсы являют главную и единственную ценностью. Территориальные ресурсы, природные, человеческие ресурсы для противостоящих сторон. Ну вот смотрите, я замечаю в последнее время, последние несколько лет, риторика, нам постоянно говорят, вот есть там оккупированные территории, есть там территории, территории. Вот практически никто не говорит о людях. И такое чувство, что нам интересно, знаете, как там в 19-18 веке, какие-то куски земли, нам интересны там города, но нам не интересны жители, которые эти города населяют. Почему это происходит? Знаете, история последних 30 лет после падения Берлинской стены, не после даже распада Советского Союза, это история борьбы двух концепций. Одна концепция территориальной целостности в международном праве, другая концепция самоопределения. Мы видим, что западные партнеры, они подходят к этой концепции очень избирательно. Если, например, в Косово они применили концепцию самоопределения, с нарушением, явным нарушением территориальной целостности Сербии, и игнорируют этот факт до сих пор. То есть во многих других странах по всему миру, давайте вспомним Южный Судан, или ситуацию в Индонезии, то есть доминирует принцип самоопределения, то в других ситуациях, как, не знаю, Нагорный Карабах, там Приднестровля, Донбасс, или даже Каталония, продолжают продавливать принцип территориальной целостности, игнорируя. Вот, к сожалению, сегодня говорить о том, что эффективно применять, что неэффективно, что правильно, неправильно, достаточно сложно. Зависит от набора ценностей, которые внутри человека. Для меня лично, мне кажется, что мир сегодня подошел к тому, знаете, уже барьеру, порогу, после которого старая система, безусловно, уважение территориальной целостности страны, не работает. То есть она должна быть как-то скомбинирована с учетом самоопределения людей, которые проживают на тех или иных территориях. Ведь государство — это не территория, это люди. Без людей государства нет. Без людей территория — это просто пустыня. Не знаю, или Тайга, или Тундра. Да, не важно, как это мы можем географически обозвать, но люди создают государство. И когда мы все же говорим о каких-то общественных объединениях, о общественном договоре между людьми и элитами на создание государства, то мнение людей должно обязательно учитываться. Возможно, мы подошли к тому моменту, когда необходимо все эти сепаратистские конфликты, которые сегодня есть в мире, признать. То есть их сегодня больше ста сепаратистских конфликтов в мире. Где-то 10% населения мира проживают на непризнанных разного рода территориях. 30 из этих конфликтов находятся еще в горячей стадии. Ну, может быть, необходимо уже что-то признать, искать новые модели. Сам же мир, почему он напоминает предысторию перед Первой мировой войной? И это то же самое накопление, то же самое разрушение старых договоров. Вот венская система, мы же помним, много не помним, что венская система, она тоже к Первой мировой войне уже полностью выдохлась, уже перестала работать. Вечный венский мир как бы не работает. Так же, как система легендации перед Второй мировой войной. кризисы биологического, экономического характера, переход международных отношений в фазу мультилатеральных. То есть страны, прежде всего, заключают союзы между собой. Таким образом, они регулируют ключевые политические, военные и экономические отношения, игнорируя международные системы, игнорируя право международных договоров. Посмотрите, что происходит там, не знаю. Начиная от сделки с Ираном, там, заканчивая ситуацию по Нагорному Карабаху, по Нагорному Карабаху особенно ярко, когда без международных систем, по большому счету, без участия ООН или ОБСЕ, стороны самостоятельно пытаются регулировать этот конфликт путем многосторонних отношений. Конечно, в этой ситуации, когда необходимо выстраивать ту мульти-дипломатию на разных уровнях, накапливается комок неразрешимых противоречий, которые нельзя урегулировать, в силу того, что многие конфликты — это матрешки. Тот же украинский — это такая матрешка, где есть внутренний конфликт, региональный конфликт и глобальный конфликт. На каждом из этих уровней необходимо достигнуть каких-то целей, задач, для того, чтобы решить полностью этот конфликт. Решив на одном только уровне, ничего не решишь, скорее всего. Вот такие сложные матрешки создают условия для военных разрешений конфликтов. И по большому счету, сегодня в мире идет войн не меньше, нежели период холодной войны между США и Россией, разного рода региональных противостояний. Мы увидели, как в 2020 году для многих стран, начиная от Азербайджана, заканчивая Эфиопией, именно военное решение в силу слабости международных систем, в силу ухода США с позиции такого мирового гегемона, именно военное решение выглядит наиболее привлекательным. Есть такие люди с таким... Я вас перебью. Но считаете ли вы, что США действительно ушли с позиции мирового гегемона? Вот я немножко в другую, может быть, плоскость переведу наш разговор. Вот смотрите, религиозная плоскость. Мы видим Майка Помпео, который, казалось бы, уже часть, возможно, уходящей администрации, который вот заезжает на Кипр, и тут же мы видим раскол в Кипрской православной церкви, который, приезжая в Киев, среди ряда стран, едет напрямую к Епифанию Думенко, встречается с религиозным лидером, но далеко не самого, не мирового уровня, с главой раскольников, который сейчас, вот последние несколько недель, посещает Стамбул, заверяя фонар в том, что они их первые и лучшие партнеры, и посещает Грузию. Наверное, мы догадываемся, по каким причинам он едет в Грузию. Вот как это объяснить? Не гегемония? Понимаете, Советского Союза не существует уже много лет, но часть американских элит продолжает жить идеологией холодной войны. Они до сих пор из бункера не вылезли. Тот страх, который в свое время им навевал Советский Союз, он до сих пор не выветрился, особо с учетом того, что у нас американский эстеблишмент очень пожилой. Ну да, мы видим 74-78, да. Да, да, и в окружении у них тоже люди взрослые, то есть они помнят эти, это первый аспект. Второй аспект – доступ к ресурсам. Для чего была необходима та глобализация, которая проводилась в эпоху Обама и демократов. То есть это же не для того, чтобы построить какое-то всемирное государство под эгидой США. США не хотят строить всемирное государство, потому что в государстве есть граждане, за которых необходимо нести ответственность. Конечно, у них достаточно граждан. Да, у них достаточно абсолютно граждан. Они понимают, что золотым может быть 1 миллиард, но не 7, и не 10, и не 15 в этой части. Но та модель глобализации, которую они продвигали, она позволяла взламывать просто, знаете, или вскрывать консервные банки, национальные политические и экономические системы и получать доступ к дешевым ресурсам. Украинским, российским, я не знаю, ливийским, иракским. То есть это благодаря тому, что они вскрывали эти банки, условно говоря, благодаря тому, что существовал золотой миллиард. Это продолжение в какой-то мере колониальной политики 18-19 века. Просто в другой форме, да? В другой форме, ставкой на другие социальные группы. Но цели те же — получить доступ к дешевым ресурсам или бесплатно получить доступ к этим ресурсам даже вообще. Это могут быть и природные ресурсы, могут быть человеческие ресурсы, без разницы. И после 2008 года на этой почве между Россией и Западом существуют серьезные конфликты. Россия не хочет давать доступ дешево к своим ресурсам. Она не хочет продавать по мировым ценам. Более того, любые формы очевидного давления или агрессии в отношении России, Россия пытается асимметрично компенсировать. То есть в других направлениях. Конечно, сегодня экономический, военный, социальный, политический потенциал России не соизмерим с Западом, с объединенным Европейским Союзом или США. Но Россия асимметрично в Грузии или в Украине, или в Беларуси, или в Армении пытается ответить. И это серьезная проблема для Запада. Без доступа к российским ресурсам, без взламывания российской консервы, условно говоря, завершить построение глобальной экономической системы под управлением глобальных проамериканских политических элит будет невозможно. Пока российские ресурсы работают прежде всего на Китай, пока существует и идеологическая конкуренция, особенно обострившаяся в эпоху ковида. Мы видим, что системы, те же самые азиатские, оказались более эффективны. Классических западных систем здравоохранения, безопасности и всего остального. И пока существует серьезная экономическая конкуренция. Пока эти элиты не могут получить доступ ко всем необходимым ресурсам, для того, чтобы этот золотой миллиард сделать бриллиантовым. И вот что делает Помпео, что делал Трамп? Трамп считал, что такой подход, в принципе, дорого Америке обходится. Потому что он дорого в жизнях, в ресурсах обходится. Что фактически Америку и американцев используют как пушечное мясо в процессах, в технологиях глобализации. За счет американцев реализовывали глобализацию эту. Американцы гибли на войнах. Ну так есть и климатические соглашения, и прочее, прочее, прочее. За счет американской экономики и всего остального. И он, Трамп и его команда считали, что от этой идеи необходимо отказаться. Необходимо, прежде всего, заняться Америкой. То есть необходимо сконцентрировать все ресурсы в экономике американской, прежде всего, производственные ресурсы. И на основании этого повышать уровень жизни американцев, что само по себе будет привлекательной моделью для других стран мира. Глобалисты, которые, в отличие от Трампа, представляют глобальный финансовый капитал, спекулятивный даже, откровенно, капитал, для них Америка — это просто точка опоры. Для них Америка — это ресурсная база, на которую они упираются, пытаясь таким образом глобализировать весь мир. И, конечно, несмотря на то, что Советского Союза нет, много лет, продолжается идеологическая холодная война. С одной стороны, мы видим, с Китаем, а с другой стороны, с Россией. И поскольку Россия уже не коммунистическая, то США продолжают по инерции бороться с так называемым русским миром. США никто не может описать, что такое русский мир. Но они четко понимают, что частью этой концепции, новороссийской концепции, является православие. И они рассматривают православие так же, как они рассматривали раньше коммунизм. И они применяют против православия такие же методы, которые они раньше применяли, не знаю, в странах Африки или в странах Западной Европы против коммунизма. У меня тогда возникает абсолютно крамольная мысль, крамольный вывод. То есть они, говоря Фонару, что он является их стратегическим партнером, по сути, они находят себе стратегического партнера в лице православного патриарха в борьбе против православной церкви. Смотрите, это не первый раз. Вспомните, в свое время Киссинджер сделал ставку на Китай, в период Никсона, для того, чтобы подавить Советский Союз, ограничить его влияние в Азии. Или поддерживали в свое время румынские, венгерские, чешские коммунистические лидеры. Некоторые коммунистические лидеры в Африке, если они вступали в конфликт с Советским Союзом. То есть тут ничего странного. То есть это разделяя и властвуй. Вот такой подход. Фонар от этого не обогатится. То есть на Фонариотам сегодня только кажется, наверное, что опираясь на всю мощь США, они вот воскресли, ожили в политическом плане. Но это временный подход. Как только эта карта будет исчерпана, Фонар также выбросят и скормят Турцию и Россию, в зависимости от того, кому надо будет. И поэтому мы видим борьбу с православием как с частью концепции русского мира. Причем эта борьба с православием идет намного шире, чем нам кажется на первый взгляд. Я вам просто обращу внимание. Смотрите на несколько вещей. Обратите внимание на тот экуминизм, который сегодня транслирует католическая церковь в Западной Европе. На те либеральные догмы, которые даже общество из Западной Европы не разделяют. Католическая церковь начинает их выносить на свои флаги, начинает там от ЛГБТ и всего остального. Это одно наступление. Второе наступление, это действительно связано с расколом внутри православия. Тут ставка идет на Фонар, на Константинопольскую церковь. И эта ставка оказалась успешна по Украине. Мы как угодно можем к этому относиться, но социология показывает сегодня, что где-то 50% украинцев считают себя сторонниками ПЦУ в Украине. Сейчас будут говорить неприятные вещи. Хорошо, хорошо. Сейчас мы продолжим. Но насколько это вообще адекватно проводятся эти опросы? Потому что мне почему-то кажется, что к человеку подходят и спрашивают, ты православный? Он говорит, да. И тут ему, наверное, задают крамольный вопрос. А московский или киевский? Он говорит, ну конечно, киевский. А, ПЦУ. Смотрите. Не понимая вообще, хотя человек вполне возможно представитель канонистов. Мы проводили свои опросы, которые не обнародованы. Они немножечко отличаются, но не принципиально. То есть большинство себя позиционируют как сторонники ПЦУ. Или киевской митрополии, украинской православной церкви. Так называется юридическое лицо. Православная церковь Украины в госреестре. Где-то половина, от 40% до 55% в зависимости от опросов. Где-то 10-20% позиционируют себя как сторонники Украинской православной церкви. То есть там указано всегда Ануфрий. И где-то еще 15-20% не определяются. Это скорее всего тоже сторонники УПЦ, которые просто не декларируют эту позицию, потому что она сегодня сродни политической. В чем вы правы? Да в том вы правы, что на самом деле православных в Украине только 70%. Даже тех, которые себя идентифицируют как православные. А верующих из них. А мы раньше проводили опросы, сколько раз вы в церковь приходите. То есть принимаете ли вы участие в обрядах церковных и все остальное. А верующих из этих 70%? Ну в лучшем случае 20. В лучшем случае. То есть реально верующих процентов 15 в обществе. И вот получается вот такая дилемма, о которой вы говорите. С одной стороны украинская православная церковь. Безусловно самая большая церковь в Украине. Безусловно у нее самое большое количество верующих. Давайте посмотрим крестные ходы, монастыри. Просто зайдем на богослужение. Да, абсолютно. Это церковь, которая действительно объединяет. Я думаю 3 четвертых где-то. 2 третих гарантированно верующих Украины. Но если опрашивать в целом в обществе, в том числе среди атеистов, представителей других конфессий и просто среди захожан, то для них выбор религиозный, это прежде всего выбор политический. И они себя, с учетом той пропаганды, которая 6 лет прокачивалась в обществе, они себя ассоциируют именно с правами или национал-демократическим движением. И льни, позиционируя себя, принадлежность свою к ПЦУ, они таким образом удовлетворяют свою политическую потребность, а не духовную. Ну даже какой-то мем такой был, да? Я атеист, но атеист буду киевского патриархата. Атеист киевского патриархата, да. Я буквально вчера смотрел одну с фокус-групп, тоже не могу назвать вам, но два человека в одесской фокус-группе говорят, да, мы там за ПЦУ, да, там они плохие, все такое. Ну мы атеисты. Вот они скажут, что они за ПЦУ на опросе. Оно, конечно, не репрезентативно, но условно верующие, верующие, конечно, сконцентрированы в УПЦ, общественная поддержка сегодня, в целом социальная поддержка на стороне ПЦУ. Это следствие той политики демонизации и той политики дискредитации, в значительной мере, которые проводились при Петре Порошенко. К сожалению, несмотря на то, что действительно этот президент, президент Зеленский, он не использует религиозный инструмент, пока, пока, еще раз говорю, пока, потому что я сегодня слышу на некоторых иерархов УПЦ, которые говорят, ой, какая большая радость, не обижайтесь на меня, пожалуйста, не буду назвать вашей фамилией, что президент не использует церковный фактор как политический инструмент. Я вам хочу напомнить, что Петр Порошенко на втором году своего управления тоже не использовал церковный инструмент в своей политике. Более того, в него программе в избирателе было написано, что нет никаких религиозных распри, никакого... Ну, тогда, возможно, он еще не готовился к выборам, и мы не подсказали, что вот эту... Религиозный же фактор в политике Порошенко возник в 2017-2018, по большому счету, годах. То есть где-то на 3-4 году работы. Поэтому пока Зеленский не использует этот инструмент активно, хотя встречается с тем же Фонаром. И приглашает Варфоломея в Киев. Приглашает Варфоломея в Киев, да. А кроме того, все эти законы, которые были приняты при Порошенко, о переименовании церкви, дичайший закон, я не знаю примеров вот в европейской истории, в чем все в основном молчат, и о переходе общины. Все это продолжает действовать. Сама ситуация по инерции в многих регионах Западной Украины, то есть она продолжает развиваться дальше по инерции. Продолжается захват или переход общин в незаконной юридической форме. Поэтому, вы знаете, сейчас, мне кажется, у полиции нечем особо радоваться. То, что их варят сегодня не в кипятке, а при температуре 60 градусов, то есть это не повод для большой радости. По большому счету, смены политики власти после перехода новой команды Зеленского не произошло. Ситуация развивается пока что по инерции. Более того, существует высокая вероятность, что действительно к концу своего срока Зеленский станет похожим очень на Порошенко в этой части. А имея политическую поддержку серьезную, радикальных групп, правых групп за спиной, могут возникнуть существенные риски для ключевых святых МПЦ, для Лавр и всего остального. Вопрос никуда не делся, вопрос сегодня не решен. Вот такой... К сожалению, отложен, да, вы думаете, вопрос? Просто-напросто. Возможно. Он даже не отложен, он просто... Этот вопрос чуть отодвинут на дальше. То есть он не снят с повестки дня абсолютно, в сторону он не отложен, он отложен чуть-чуть дальше, но не в сторону. Вот так скажем. Потом, когда Зеленскому не будем переизбираться, или просто мы видим, сейчас он борется за поддержку именно таких правых групп, то он абсолютно может включить этот фактор, этот инструмент. То есть, несмотря даже на то, что у него нет какого-то... Ну, у Порошенко были личные амбиции. Ему хотелось увидеть свое имя в грамоте, да, он увидел в итоге. Ему как-то виделась, наверное, своя роль в роли какого-то и религиозного лидера. Не знаю, кем он там себе... Понимаете, наличие Порошенко еще в политической системе еще как-то ограничивает Зеленского. Он не может поддерживать все устремления Порошенко. Вот представьте, что нет Порошенко в политической системе. Ну, да, фонд вполне может и тот край, как бы... Зеленский станет Порошенко в этой части. Скорее всего. Но я не исключаю, что к концу срока политическая конъюнтура может поменяться. И Зеленский будет очень напоминать в этой части напоминать Порошенко. Вот этот глобальный процесс на разрушение традиционных институтов общества, традиционной религии, традиционного образа семьи, традиционных экономических элит, состоявшихся, традиционных политических элит, умноженный на противостояние между Россией и Западом, на украинскую ситуацию и оказывает серьезное влияние сегодня в нашей стране. Вот все это мы видим в хаосе, в многочисленных противостояниях, в сегментировании украинского общества на многие-многие группы, в превращении религиозного инструмента в политический. Потому что, например, использовать, конечно, русскую православную церковь против Советского Союза было невозможно. То есть роль религиозного фактора в общественной жизни была низка. Более того, РПЦ использовала в какой-то мере это использовало против США. Помним историю с признанием американской церкви православной. А сейчас, с учетом того, что роль религии после обретения независимости, после распада Советского Союза, суд в странах выросла, то есть как бы пытаются использовать это просто как инструмент политического управления. Хотя в целом ситуация по Украине, наверное, с этими войнами, расколами и противостояниями, экономичностями, экономичностями, она привела к уменьшению количества верующих в церквях всех. Это мое такое общее впечатление, потому что я иногда могу заглянуть, проходя мимо и в ту, и в другую церковь. Мне просто интересно, что там происходит. Мне кажется, что люди, в принципе, разочаровываются в религии и лучевой своей цели глобалисты достигают. То есть разрушение веры, как в принципе, такое, неважно какое. Где-то они борются с буддистами, где-то борются с мусульманами, где-то с католиками или православными. Главное — уничтожить или дискредитировать этот институт традиционный, который мешает получать доступ к ресурсам этого общества. Но надежда есть, что вот не будет он уничтожен? Нет, ну, конечно, он не будет уничтожен. Но роль его влияния в общество уменьшится. Мы сегодня видим, конечно, если мир не войдет в какой-то новый цикл мировых трагедий. Потому что мы понимаем, что в ситуации, когда входит мир в глобальный кризис, то люди больше обращаются к Богу. В ситуации, когда просто будет сохраняться нынешний хаос, то ситуация религиозная будет деградировать. Конечно, тут проблемы есть и самих церквей, и проблема есть очень серьезно информационная. Мы чудесно понимаем, что мы уже де-факто существуем в едином информационном поле. Вот Фейсбук во всем мире устанавливает одинаковые правила, что ты можешь сказать, что ты не можешь сказать. То есть он установил одинаковую конституцию для всего мира. Тот же Твиттер может помечать твиты президента, что они... Или Твиттер, или другие медиаплатформы. Именно поэтому мы видим, что Китай блокирует эти трамплатформы, или борется, или ограничивает их влияние. Сейчас уже меньше ограничивает, потому что уже их не надо ограничивать, потому что китайские платформы за то время так развились, что западные уже не могут с ними конкурировать на китайском рынке. Ну вот в таком мире удивительным мы сегодня живем. И самое главное, друзья, не потерять свою веру, свою идентичность, не потерять себя. Большое спасибо вам за внимание. Напоминаю, что наш информационный партнер — это самый рейтинговый религиозный портал Украины, православная жизнь. А в гостях у нас сегодня был в рубрике «Без глянца» Руслан Бортник. И я рекомендую вам всем подписаться на YouTube канал Руслана. Ссылочку вы найдете в описании. Дорогие друзья, подписываемся на YouTube канал «Витражи о вере в красках». Мы получаем самую новую, самую духовную, самую честную информацию.